Сотрудниками Хмельницкого отдела полиции раскрыто покушение на убийство. В ночь с 10 на 11 июня 2017 года ранее судимый 27-летний житель села Нерубайско-Беляевского района Одесской области, который занимался частным извозом в городе Одессе, с помощью приложения на мобильном телефоне получил очередной заказ. Прибыв по указанному адресу, он забрал пассажира, которого повез на улицу Головковского. В ходе поездки между мужчинами возник конфликт из-за того, что пассажир выразил недовольство тем, как водитель управляет транспортным средством. Приехав на указанный клиентам адрес, мужчины вышли из транспортного средства и продолжили конфликт на улице. Конфликт перерос в драку. Во время драки водитель нанес пассажиру 4 удара в область брюшной полости и грудной клетки ножом. В результате 34-летний мужчина получил тяжелые повреждения внутренних органов и был госпитализирован в больницу. В настоящее время находится в бессознательном состоянии и врачи борются за его жизнь. А я, получается, стоял и ударил его так в живот. Он, получается, еще без ножа, ну без раскрытого ножа в руке. Да, он еще не разложенный, не это самое. Потом он меня, получается, берет, начинает толкать, и мы вот падаем вот под это дерево. Когда он на меня упал, получается, я его, ну, разлаживаю и... Как вы и куда наносили ему удары? Ну, не определенно по цели. Как вспомните, что я убил, так как-то, ну, 3-4 раза вот так вот ему ударил, в область, в туловище. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 КПК Украины. Данные о совершенном преступлении внесены в ЕРДР. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15, законченное покушение на преступление, и части 1 статьи 115, умышленного убийства Уголовного кодекса Украины. Вот, и в ходе поездки там возмущался насчет скорости, там, что в 3 часа ночи свободная дорога, а я там быстро еду. Вот. Ну, и потом по приезду, в общем, сказал, что отказывается платить, будет звонить в диспетчерскую, жаловаться, я говорю, пожалуйста, ваше право, звони. Ну, диспетчера, ну, что ему ответили, что заплатить он все равно должен. Потом, когда я позвонил диспетчеру, то же самое, то есть был ответ, что если я его привез, то есть должен заплатить там свои жалобы, то, что он там должен уже подавать в диспетчерскую. То есть, все, что вот он говорил там, это тоже продолжалось все с нецензурой. Я начал звонить в полицию, я завел двигатель, думаю, нафиг он нужен, короче, буду уезжать. Он там захлопнул, вышел, захлопнул дверь, короче, и этот самый. Ну, я так назад чуть сдал, открыл, я говорю, чтобы он нормально говорил, он там все равно продолжает. Я заглушил двигатель, вышел, чтобы, так думаю, толково ему объяснить, что так как он, так как он, ну, вообще ведет, ну, не ведет, там, я не знаю. Короче, то, что он делает, это неправильно. Он сыпнулся, там, значит, ставил в ухо меня, я его в живот, там, там, завалились, он меня повалил на землю. Вот, ну, то, что у меня в руке был ножик перочинный, вот, я его ослабил, скинул с себя, встал, короче, он начал кричать, забирай деньги, забирай телефон, он говорил. Я ему сказал, что, ну, что я ему сказал, что мне не надо ни его телефон, ни деньги, короче, села машину и уехал.